В истории отношений России и Кореи 2024 год стал особенным, ведь именно 160 лет назад первые корейские семьи добровольно устремились на Дальний Восток. Свои традиции и быт они перенесли в Россию и сохраняют их до сих пор. Традиции очень сильные. Мы здесь, российские корейцы, так сказать, проводим очень большую работу, вот в рамках АКОРП, проводим очень большую работу по сохранению и по развитию наших традиций. Мы очень активно участвуем и в жизни города, в жизни края. В этом году у нас знаковое мероприятие, значит, 160 лет добровольного переселения корейцев в Россию. Да, это дата историческая. Она пошла с даты, когда царское правительство еще, значит, назвало первое поселение Тизинхе корейским. И вот с этого времени у нас пошел отчет. Ну и хочу сказать, что 140 лет добровольного переселения, 150 лет в России отмечалось очень широко, на федеральном уровне. Поэтому, думаю, что 160 лет, мы очень готовимся к этой дате, тоже пройдет знаково. Корейская диаспора достаточно многочислена в России. Только в Приморье она больше 40 тысяч человек. В Приморском крае проживает более 150 национальностей. И корейская диаспора занимает по численности третье место наряду с татаро-башкирами. Значит, первое русские, второе украинцы и третье корейцы и татаро-башкиры третье место занимают. Ну, у нас проживает приблизительно от 40 до 45 тысяч в Приморском крае корейцы проживает. Самые многочисленные – это у нас Уссурийск и Партизанск. В Корее очень ценят традиции. Самые любимые – это салаль, Новый год по лунному календарю, и чусок – праздник урожая. На праздники все собираются вместе с семьей и готовят любимые блюда. Надо сказать, что в Корее, там, где традиции тоже очень блюдут и сохраняют, в это время вся Корея на колесах. Потому что и на Новый год, и на чусок все родственники съезжаются к своим старшим, или к родителям, или к старшим братьям и сестрам. Поэтому вся Корея на колесах. Все едут отмечать этот праздник дома, в семье. Вот сегодня блюда, которые готовили, их обычно, они такие, их можно готовить и на каждый день, и готовить на праздник. Но вот хе, которые готовили из кальмара с морковью, это неотъемлемая часть праздничного стола корейского. Но, в принципе, это, конечно, блюда российских корейцев. Ассоциация корейских организаций Приморского края была учреждена 17 марта 2008 года. Она объединяет общественные организации корейцев, созданные во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке, Партизанске, Большом Камне, Спаске Дальнем и Арсеньеве. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на восьмом. Новости на восьмом.